Благоустройство городов Добрый вечер, дорогие телезрители, в эфире телеканал ТДК-42 ток-шоу «Время говорить» и с вами я, Рустам Машарипов. Так давайте же познакомимся с нашими гостями. Утепов Нурлугус, главный специалист управления энергетикой жилищно-кумунального хозяйства Западно-Казахстанской области. Максим Константинов, директор ММ-компани. Здравствуйте. Достан Шамуратов, начальник производственного технического отдела ТО «ДСК-Приоритет». Добрый вечер. Также с нами должен был быть сегодня в эфире руководитель отдела городского отдела жилищно-кумунального хозяйства Жан-Дос Дюссенгалиев. Но по необъяснимым причинам он не явился в нашу студию. Так, давайте начнем с вас, Карагоз. Расскажите, пожалуйста, какие работы сейчас проводятся по области и сколько бюджетов выделено на благоустройство населенных пунктов? Здравствуйте. В настоящее время завершены работы по проектам строительства освещения улицы в поселке Тайпах Ахжайского района и в селе Чапаева Ахжайского района. Также закончены работы по благоустройству двух дворов в селе Теректа Теректинского района. И завершены работы по установке тротуаров в селе Жампите и в селе Уленте Сырымского района. И завершено строительство спортивных площадок в селе Куздагара и Жарахудаг Сырымского района. Также сейчас проводятся такие работы, как благоустройство двора в городе Ахсай, также в селе Жангала и Жанебекского района. Реализуется такой проект строительства тротуара для девяти новых улиц в северной части села Жанебек. И также проводятся работы в селе Переметное и Таринское района Байтирек. Эти работы планируется завершить до конца текущего года. Также у нас имеется ряд ПСД с госэкспертизой. Нами, Управлением энергетики, прорабатываются вопросы по выделению средств, направленные бюджетные заявки в Управлении экономики и бюджетное планирование. Это такие проекты, как благоустройство улицы Жарокова и Казахстан в селе Сахин у Киурдинского района, благоустройство дворов многоквартирных жилых домов в селе Жангала, благоустройство площадки треугольной формы на пересечении улицы Датова и Алаш-Орта в селе Жемпите, также парк Победы в селе Сулуколь Харатубинского района. Также имеется у нас сейчас разработан один проект в городе Ахсай, это благоустройство трех многофункциональной спортивной и детской игровой площадки. ПСД готов и находится сейчас на госэкспертизе. Также имеется ПСД реконструкция монумента «Скорбящая мать» в поселке Цасхала в Скалинском районе. Как я говорила сейчас, в Управлении энергетики прорабатываются вопросы по выделению средств, и нами направлены бюджетные заявки в Управление экономики, чтобы рассмотрели бюджетные комиссии на следующей сессии. А вообще, в целом, на этот год сколько уже выделено средств? На этот год вы не сказали сумму? Сумму сейчас не могу сказать, потому что некоторые сейчас проводятся конкурсные. Например, у нас есть несколько объектов, которые объявили конкурс, но не прошли. Поэтому сейчас конкретно сумму не могу сказать. То есть, подожди, конкурс объявлен, но еще победитель неизвестен? Неизвестен. В начале года, когда планируется бюджет, какая сумма запланирована на этот год, допустим, на благоустройство населенных пунктов в целом по области? Есть определенная сумма? Нет. Всегда по-разному. У вас не идет какое-то планирование, на следующий год столько-то 200 миллионов, допустим, на следующий год еще 500 миллионов? Нет. Мы заявку даем, но они могут его утвердить или не утвердить. Это в течение года у нас каждый, бывает же, бюджетная комиссия рассматривает сессии. Мы даем определенную, да? А какую утвердят, не утвердят, мы этого не знаем заранее. Хорошо, спасибо. Мы вот в конце года можем сказать, сколько проекта завершены и по проектам, сколько у нас уже точно освоена сумма бюджетная сессия. А есть в первом полугодии уже освоена сумма сколько? Нет, пока. Ну, в первом полугодии уже прошло. Хорошо, спасибо большое, Народгос, к вам. Вернемся к этим вопросам позже. Просто смотрите, у нас сегодня очень было много вопросов к городскому отделу жилищно-коммунального хозяйства. То есть это и по вопросам благоустройства, это по вопросам дорог, состояния, качество дорог. И по вопросам последних инцидентов, где у нас были трагические, можно сказать, такими словами, инциденты с детьми на детских площадках. Так, сейчас у меня, у нашей операторы подсказывают, что есть готовый сюжет. Давайте посмотрим сюжет. И после этого мы вернемся как раз к детским площадкам игровым. Давайте посмотрим все вместе сюжет. Сейчас мы находимся во дворе дома Монкилло-93. За моей спиной, как вы видите, идет полный уходом реконструкции футбольной площадки. Напомню, что такая же работа будет проведена в трех дворах, а именно Монкилло-91, Женгихана-56. На все эти цели было выделено с Акимата Зачиганского поселкового округа 17 миллионов тенге. В год детей особняком стоит задача по улучшению физического здоровья молодого поколения. В связи с этим по городу вовсю обновляются дворы и спортплощадки. В текущем году на территории поселка Зачиганск планируется отремонтировать три спортивных площадки. Это по адресу Женгирхан-53 Монкилло-91-93. В настоящее время подрядчик определен. В свою очередь подрядчики заявляют, что работы ведутся строго по плану. Согласно ПСД строительство будет завершено до конца следующей недели. Здесь будет проводиться резиновое покрытие толщиной сантиметра. В штате у меня работают шесть человек на данный момент, но есть вторая бригада. Они работают на другом участке у меня. Добавим, что по городу планируется реконструкция 39 футбольных площадок. Все объекты будут сданы в эксплуатацию до конца лета. Вот вы только что видели сюжет. Подобная работа проводится по всему городу. У нас сейчас есть директор компании Максим ММ Компани. Максим, расскажите, пожалуйста, провели вы эту работу, следом провели еще один двор, я знаю. В целом, когда вы и почему вы решили заниматься данным видом услуг и с чего все начиналось? Я, наверное, так отвечу. В плане благоустройства, скажем так, я уже три года занимаюсь. Изначально-то мой был узкий профиль, резиновое покрытие. Так как на тот момент в городе, скажем так, мало было, кто этим занимался, я решил попробовать себе. Мне понравилось, я понял, что строительство это мое, скажем так, и с головой туда ушел, полностью окунулся. Сейчас я беру полностью все работы под ключ, то есть любые объекты, начиная от основания, заканчивая ограждением полностью. И я обратил такое внимание, что у нас в городе в основном детские игровые площадки, это на тот момент это было, ну это российского производства. Я подумал, почему не попробовать, не развивать свой продукт, не поддерживать отечество производителя. Вот сейчас есть, скажем так, хороший партнер, который с кем я сотрудничаю очень тесно, это компания ТО Бизнес Трой. Они занимаются в Уральской детской игровой площадке, и мы с ним тесно сотрудничаем. То есть берется объект, и мы под ключ полностью его сдаем. То есть это не работа одной компании, совместная работа, и сколько людей вообще в задействовании в вашей сфере у вас в компании работают? Официально на моем балансе это около 6-7 человек, ну плюс-минус, потому что приходится, когда большой объем, я добираю людей. Ну не считая подряд компаний, которые я беру на, скажем так, основания, на ограждение, вот в целом в месяц у меня может до 15-20 человек в моем штате быть. Максим, вот смотрите, вот вы сказали, что сейчас занимается благоустройством, да, и спортивным детским площадкам. Вообще вот в последнее время были инциденты, да, почему вот некоторые компании не соблюдают какие-то меры, в чем нужно, когда занимаясь этой работой, на что нужно сделать акцент в первую очередь? Ну так сейчас, конечно, тяжело, можно будет ответить на этот вопрос, но я, скорее всего, предполагаю, что тот, кто, наверное, только начинает заниматься этим, они, наверное, некоторые нюансы не учитывают, я так предполагаю. И происходят такие вот случаи, также есть, конечно, места халатности, не буду отрицать. Вот, но многие сейчас работают над своими ошибками, я, в принципе, вот это уже видел и знаю. Ну вот вы на протяжении трех лет работаете, за это время сформировалась ли у вас база подрядных компаний, с которыми вы готовы работать? То есть вы же уже свою работу показали, люди знают вашу работу. Как бы вы оценили вот эту, вот современную сейчас строительную компанию в городе Уральск? Да, есть такие компании, с кем я уже работаю не первый раз, кто мне обращается, скажем так, уже третий, четвертый и дальше. Ну, заметно, город, в принципе, стал улучшаться, да, потому что идет развитие, как у нас год считается, сейчас год для детей, да. И многие компании, организации прикладывают веселье для развития нашего города. Максим, спасибо. Вот сейчас, Народгос, вот вопрос к вам. Благоустройство как в городе, так же и в населенных пунктах, наверное, сейчас ведется. Вы сами то, что озвучили, сколько там, в каких поселках, какие работы запланированы, где-то они уже идут, где-то уже завершены. Так вот, подбор этих компаний, как проверяется, да, работа их, на что делается большой акцент в первую очередь? Потому что, вот как сейчас Максим сам тоже подтвердил, есть компании, которые действительно работают на благо, они уже доказали, они показали свою работу. И есть компании, которые только начинают, может быть, свой путь, и зачастую именно их халатность приводит к таким происшествиям. Все проекты сперва отбираются, потом ПСД делается, потом проходит госэкспертизу, и потом объявляются государственные закупки. Все подрядные организации, они заключают договора и работают по этому ПСД, по смете. И когда их отбирают, у госэкспертизу, сами знаете, там идет отбор, там смотрят на квалификацию, там стихическая спецификация, там смотрят на опыт работы. Поэтому, я думаю, здесь бывает только единичный случай, как вы сказали. В основном все компании добросовестные, которые опытные, которые, как ваша компания, занимаются не первый год. Просто мы сейчас видим, как на территории города, я сам очень часто бываю в районах, то есть и с рабочей поездкой, с командировками. Были в Чингералах, были в Бурлине, были в Крутибинском районе. Получается, что везде мы видим одно и то же, что дворы сейчас благоустроены не только в городе, но и в населенных пунктах. Эти дворы благоустроены наши, областные компании, или все-таки есть компании, которые из других регионов? В основном местные подрядчики, местные, городские и районные, свои местные. Хорошо, спасибо. Но это же госсокупки, знаете, там может участвовать любой. Да, любой. А у вас потом создаётся комиссия, которая в конце принимает эту работу, верно же, да? Да, подписывается акт приёмка в эксплуатацию обязательно. При проверке они выезжают на объект. Вот расскажи об этом подробнее. Что происходит в момент? Я сама лично не участвую уже. Заказчик объявляет конкурс, заключили договор. Договор, там есть свой срок исполнения, техническая спецификация, смета, ПСД, который прошёл экспертизу. И на основании они исполняют свои обязательства, потом им оплачивают, акт приёмки подписывают. После этого оплачивают всю сумму, сперва же там какие-то часами, 30%. Можно вообще в целом сказать, что сейчас по области там 70 или 80% районов благоустроены? Вот так можно сказать или нет? Ну, в основном все центры районов, например, центр такого-то района, да, благоустроен, можно сказать. И все сейчас ещё, если вы заметили, что сейчас вот эти отдалённые посёлки тоже начали благоустроивать, чтобы привлечь вот, чтобы там же тоже живут дети и чтобы было всем удобно. Ну, чтобы удержать население там. Улучшить качество жизни. Улучшить качество их жизни, да? Да. Ага, спасибо большое. Теперь у меня вот вопрос такой, а в целом, Максим, вы занимаетесь только в территории города или всё-таки в район тоже выезжаете, тоже какую-то работу проводите? Также в городе, в район, в целом по всему Казахстану. Мы, например, в прошлом году закрыли 7 дворов, уже с Казгани ездили, скажем так. То есть для меня нет барьеров. То есть если надо, да, даже можно сказать, ближе к зарубежу, если к этому делу дойдёт. Хорошо, спасибо. Вот сейчас помимо благоустроства дворов, детских спортивных площадок, у нас сейчас идёт полным ходом благоустроство проезжей части улиц. И вот здесь с нами также есть представители компании ДСК Приоритет, вот мне вот интересно, Достан, расскажите, как вы проводите свою работу, с чем она связана, сколько людей у вас, в вашей компании задействованы. Просто сейчас я бы задал бы ещё вопрос о делах ЖКХ, как говорится, но их нет, поэтому вопрос сейчас все к вам будет идти. Я ещё раз приветствую всех участников ток-шоу. На данный момент работы по среднему ремонту по проспекту Абл-Хайр-Хана на 90% завершены, проезжая часть открыта, то есть никаких препятствий проезду общественного и автомобильного транспорта нет. На сегодняшний день начинаются работы по обустройству, это разметка проезжей части, покраска. Сейчас давайте посмотрим сюжет, и я после сюжета сразу опять к вам вернусь. В последний раз капитальный ремонт дороги по проспекту Абл-Хайр-Хана проводился 15 лет назад. За это время дорожное полотно превратилось в полосу препятствий для автомобилистов. Движение по дороге сложно было назвать безопасным. Для долгожданного ремонта из бюджета в начале года было выделено более 300 миллионов тенге. Реконструкция началась в мае месяце. На объекте задействовано 25 единиц техники и 35 человек подрядной организации. На данный момент сейчас выполнено верхнего слоя асфальтобетонного покрытия полтора километра. Бордюры уложены на 100%. Срок ремонта по проекту до декабря месяца. Мы рассчитываем, не теряя качества, сделать ремонт до сентября месяца. В свою очередь представители жилищно-коммунального хозяйства заявляют, что работы проводятся согласно нормам ПСД. Толщина слоя покрытия составляет не менее 5 сантиметров. Кроме этого, проектам предусмотрено расширение дороги на 10 сантиметров. САУС у нас от Сергея Тюленина до Сермдатова. Проект рассчитан на полгода, то есть до конца года, до конца декабря. Но подрядчик идет с опережением, то есть начали выполняться работы. 25 мая фрезерование началось, и с 16 июня начали выкладывать асфальт. Первый слой. На сегодняшний день уже, как я уже повторюсь, половина работы уже сделана. И мы планируем, совместно с подрядчиком, планируем до 1 сентября полностью работу завершить. Вот смотрите, мы снимали этот материал буквально месяц назад, может даже чуть меньше. Мы увидели кадры, было как до и стало после, да, вот с коптера. Скажите, все-таки качество дорог может быть когда-нибудь, что по всему такому городскому областному центру станет такие же дороги? Конечно, как отмечали, я хочу отметить, вот как говорили мои коллеги, работы у нас согласно заключению госэкспертизы, был выделен срок нам 6 месяцев, то есть до конца текущего года. Мы завершили работы по покрытию, открытию движения до начала августа, до 2 месяца. Касательно качества на базе нашей организации, то в ДСК «Приоритет» работает аккредитованная лаборатория наша, которая на стадии, на каждой стадии реализации всех проектов ведет контроль по всем конструктивам, по всем смесям, проверяет. Также выдает заключение. То есть, смотрите, заканчивая один участок дороги, вы проводите следовую лабораторию, после этого только начинаете второй участок, правильно? Так я вас понял? Да, после укладки верхнего слоя, если говорить касательно проспекта Абыл-Хайр-Хана, там применялось для устройства верхнего слоя покрытия щебеночный массичный асфальтобетон. После укладки асфальтобетонной смеси, укладки ее от 1 до 3 суток выдерживается время для того, чтобы дать смеси остыть, полностью сформироваться, схватиться. После этого наша лаборатория выезжает и проводит отбор керн. Сколько у вас сейчас людей задействовано в работе? И помимо данной улицы, есть ли еще работы, как в городе, так и по области? Да, наша организация сейчас работает как по городским улицам, так же по объектам областного значения и республиканского значения. В этом году начали работать в республике. А число сотрудников? Количество сотрудников на данный момент, количество квалифицированных сотрудников, это более 200 у нас в штате человек. Единиц техники, спецтехники более 100. Она ежегодно обновляется? Естественно, каждый год мы не останавливаемся, мы идем в ногу со временем, наша компания. Приобретается новое оборудование, не только спецтехника, но и оборудование приобретается новое. Стараемся соответствовать всем стандартам. Посмотрите, давайте будем честны, сколько людей, столько мнений. Есть проблемы в детских площадках, есть проблемы в дорогах. У нас всегда была проблема дорог, это самая больная тема в нашей области, как в целом в стране. В принципе, можно сказать, что есть улучшения, есть компании, которые готовы работать на людей и для людей. Можно ли так сказать, что вы, как молодые перспективные компании, готовы создавать лучшие условия для жителей? У каждого вас хотелось спросить, давайте с вас начнем. Однозначные изменения, конечно, есть. Это даже можно заметить по тем смесям асфальтобетонным, которые применяются в настоящее время. Если сравнивать те смеси, которые применялись до этого, и даже технологии укладки и технологии производства работ, они очень разные. И, как я говорил до этого, мы стараемся идти много со временем, работаем с новой спецтехникой, привлекаем новую спецтехнику, работаем с новыми смесями асфальтобетонными. Спасибо большое, Максим. Ну, я так, наверное, отвечу. Как вы знаете, у нас в Уральске сейчас идет обустроиться 29 дворов, если не ошибаюсь. В частности, это коснулся и моего двора, где я проживаю. Помимо того, у меня тоже имеются дети, двое детей, и я очень сильно и постоянно слежу за соцсетями, что творится у нас в городе, и обращаю на внимание такие моменты. И, конечно, я переживаю за качество, и когда я выполняю сам эти работы, то есть я понимаю, что есть чьи-то чужие дети, у меня также есть их родители. То есть надо проводить и делать работу так, чтобы даже не то, что это как бы отразилось в кармане в итоге моем, а то есть это надежность детей, скажем так, не надежность, а в дальнейшем, чтобы никаких инцидентов не произошло. Все старается выполниться на максимум. Спасибо. Вот вы сейчас, Максим, правильно подметил, что нужно стараться делать, как будто делаешь для себя, для своей семьи, для своих детей. Может, тогда у нас что-то изменится. Вот, Нарлогос, смотрите, сейчас у нас готов сюжет с Чингерландского района, да, строительство ФОК. Я знаю, что ФОК по строительству, ремонту, капитальным ремонту они к вам не относятся, но, в принципе, я хочу вам показать, чтобы все жители увидели, что и в населенных пунктах работа ведется, то есть благоустраиваются и дворы, и улицы, и строятся, создаются спортивные и детские площадки. Давайте посмотрим сейчас сюжет ФОК. Поездка в Чингерландский район Западной Казахстанской области началась с посещения новых спортивных объектов. Так, для развития массового спорта в райцентре был открыт новый физкультурно-оздоровительный комплекс на 5400 человек. Спортсмены смогут заниматься как командными, так и индивидуальными видами спорта. Данный объект был начат в 2020 году. На реализацию проекта было выделено 614 миллионов тенге. Заказчиком выступила компания КПООБИВИ. Сейчас в штате работает 43 человека. Количество сотрудников будет увеличено до 60 человек. Сами молодые спортсмены отмечают, что в данном центре предусмотрены все условия для их развития. Я рад, что нам построили спорткомплекс. Мы можем ходить заниматься, что захотим. Здесь есть все условия для нас. Также в райцентре начат капитальный ремонт детской, юношеской спортивной школы. На реконструкцию было выделено из бюджета 45 миллионов тенге. Как отмечают представители подрядной организации, работа завершена на 60%. Началась она в мае, заканчивается 25 сентября. Сейчас в данное время у нас работает 12 человек. А в данное время сейчас бурчатки и внутренние работы на 60% закончили. Добавим, что Чингерлау славится своими спортсменами, многие из которых неоднократно поднимались на педесталы республиканских и мировых первенств. И подобные спортивные объекты привлекут молодежь к здоровому образу жизни и занятия спорта. И вот сейчас, наверное, у меня еще вопрос такой. Сейчас вот если брать в общем городскую проблему, в городе всегда проблем больше. О городских проблемах всегда говорят, потому что жители данных территорий все время звонят журналистам, в социальных сетях они активны, пишут о проблемах сразу на месте. Как с этим обстоят дела в районах, где жители не столь активны и до них не всегда приезжают телеканалы, блогеры, чтобы освещать эти проблемы? С этим как у вас обстоят дела? Есть ли, встречаются ли проблемы? Если встречаются, то как вы их решаете? Конечно же, населенные пункты находятся, некоторые находятся далековато от города Уральск, но все наши населенные пункты оснащены интернетом и все пользуются социальными сетями. Я не думаю, что если есть какие-то проблемы глобальные, то можно их скрыть. Все сейчас жители нашей области активные, образованные. И если какие-то есть проблемы, то у них есть свои акиматы, сельские акиматы и районные акиматы всегда, как сказать, проблему жителя они рассматривают на своем уровне. Там проводятся приемы акимов в свои определенные дни. Я думаю, что сейчас таких проблем нет, что там кто-то... То есть в целом проблем нет, потому что работа ведется, и если бы были проблемы, то вы хотите сказать, что люди бы с интернета проблем не были, они бы публиковали эту новость. Да, да, да. Хорошо, скажите, а вот вы до этого говорили, что уже завершены работы в некоторых районах. В некоторых районах они только начинаются, в некоторых даже еще не разыграны. Да, да. Если мы говорим в целом, до конца года можно сказать, что процент такой-то будет благоустроен или нет? Процент по области или по определенному какому-то району? Да, вот берем в целом область. Ну, на сколько процентов? Да, на сколько процентов будет благоустроен? Работы по благоустройству у нас проводятся ежегодно. В прошлом году тоже проведено очень много работ. Вот в этом году планируется и на следующий год. Ну, наверное, в 2020 году, в принципе, я думаю, процентов 20-30 будут проведены до конца года. Вот так же опять. А какие программы реализовываются в районах? Вот есть в городе программы по ОСИ, да, направлению, где собственники сами совместно с ЖКХ проводят ремонт покрова, кровной крыши и детской площадки. Модернизация ЖКХ имеете? Ну, вот вообще в районах управления энергетикой есть программы от государства, которые жители сел могут использовать и через вас решать эти проблемы? НОРЛОЖОЛ, программа есть, государственная программа, 2025 года, там есть ИКИ, как вы сказали, вот эти вот новые там строятся же к нему, инженерные сети проводят, там канализация, водоснабжение, водоотведение, да, вот эти программы проводятся. Сейчас они уже, по-моему, сделаны вот со стороны аэропорта, верно? Это же проходит по данной программе НОРЛОЖОЛ или нет? Я сама лично не курирую НОРЛОЖОЛ, поэтому сейчас я вам конкретно вот этот объект не могу сказать. А вообще в целом у нас сейчас просто зрители собрались, я, конечно, понимаю, что, наверное, все-таки у вас вопросы по городской тематике, но все же, в целом вы видите динамику? Есть ли среди вас люди, которые готовы сейчас сказать, что есть прогресс или нет прогресса в наших дворах, дорогах, как по городу, так по области? Видите ли вы этот прогресс? Я вижу этот прогресс, но окраину городу все равно надо уделить внимание, я считаю. Я же сам житель района Берзакомират, есть такие районы, которые даже освещение нет, не только дороги. Вот этот вопрос я хотел бы адресовать представителям. То есть прогресс есть, но он идет минимальным шагом, так вы хотите сказать? Нет, он идет, но есть именно те районы, которые еще не охвачены. То есть еще не охвачены этим благоустройством, которые требуют этого благоустройства? Да, требуют. Именно окраину городу надо обратить. И центр, центр все равно, это лицо города. Именно окраину города стоит уделить, удивать. Спасибо. Все, спасибо вам. Вообще, говоря о благоустройстве, знаете, тема такая, где очень много всегда проблем. Озвучено, охвачено проблем. Кто-то недоволен своим двором, кто-то недоволен своей дорогой, кто-то недоволен своими детскими площадками. Но если смотреть в общей черте, то работа, она не стоит на месте, она идет, она продолжается как внутри города, так и в целом по области. Но вот зачастую, и в частности в нашей области есть люди, которые не совсем точно и качественно подходят к этой работе. Так давайте мы сегодня с вами подведем итог нашей передачи. Давайте вы каждый из вас дадите совет и расскажете, может быть, чуть-чуть шире вот вы о своих сферах деятельности, чтобы люди знали. И если они захотели бы обратиться к вам, куда они могли бы обратиться. И в целом подведем итог нашей сегодняшней передачи. Да, Сан, давайте с вами начнем. Конечно, Уральск – это наш общий дом, и все мы хотим внести эту лепту в город в сфере благоустройства, в сфере строительства, потому что это город наших будущих детей, внуков. Если говорить про сферу дорог, то на сегодняшний день замечается тот факт, что у нас не хватает вообще в общем по республике специалистов-дорожников. Дипломированных специалистов не хватает. Хотелось бы обратить, чтобы наше государство обратило на это тоже внимание. То, что в первую очередь это работа кадров, а потом уже спецтехники всей. Можно сказать, сейчас вас перебью, вот вы очень хорошую тему затронули. Можно сказать, что есть техника, но некому ее водить? Можно так сказать? Я еще раз отмечаю, что дефицит в кадрах есть, но мы стараемся, как сказать… Создаем новые рабочие места. Мы всегда привлекаем новых кадров. У нас на производстве всегда новые кадры могут найти себе наставников, которые их поведут, их научат, им покажут это. Такую работу производим. И вообще, можно сказать, каким вы видите наш город и нашу область через пять лет? Конечно, охота, чтобы у нас в городе, во-первых, состояние автодорог получилось, хочу видеть. Потому что это не только проезд для пассажирского транспорта, во-вторых, это проезд для медицинских машин, скорых, пожарных. Так как затрагивали тему, что у нас не все микроэн обустроены. Это создает большой барьер для проезда к месту. Все, спасибо, Достан. Давайте вы подведете итог. Как в частности работы вашего управления, так и в частности, может, свои пожелания населению. И в конце вот прям буквально пару слов о том, каким вы видите город или область через пять лет. Управление энергетики области работает по мониторингу благоустройства населенных пунктов и районов. И всегда старается работать в смысле в проект, чтобы, которые вот готовы в ПСД, они реализовались вовремя. И желаю, чтобы каждый человек начал с себя, если человек сам относится к своей работе ответственно. И то считаю, что в целом, в конце концов, эта работа будет сделана хорошо, лучше, качественно. И надеюсь, наша область и город будет процветать. Спасибо. Спасибо большое. Максим, ваше мнение, вот тоже так же я говорю. Расскажите, может быть, чуть шире о спектре ваших услуг, можете сказать, куда людям обращаться. И в конце добавьте, пожалуйста, каким вы видите наш город и нашу область через пять лет. Ну, давайте я буду без своей рекламы, без. Кто, думаю, захочет, тот найдет. Но я вот с удовольствием полностью соглашусь. Это действительно проблема квалифицированных людей. Многие компании, которые начинают, я считаю, работать, они не имеют опыта за спиной. И в итоге это приводит просто, ну, может, не к халатному отношению, а в итоге незнание, что нужно делать, как правильно делать. И получается, что у нас многие объекты просто сдаются иногда некачественно, не в той форме, как полагается. Я, наверное, хочу заметить и сказать, что и пожелать, чтобы в нашем городе, наверное, больше создавалось таких, скажем, зон, парков, да, где вот именно молодежь могла время проводить. Потому что, вспомните, наше детство, да, мы там по гаражам прыгали, на деревья шалашки строили, вот. А сейчас, то есть, если это выйти, это побольше зон, вот. Вот, скажем, даже в премьере никуда ездить не нужно, соседние государства есть, на которых есть готовые хорошие проекты. Просто можно их переименевать, скажем так, в свой, вот. И от этого, скажем так, ну, я думаю, город намного будет преображаться в целом. Спасибо вам большое. В принципе, я бы хотел подытожить на нашу сегодняшнюю тему тем, что мы живем в 21 веке, в веке, где цифровая система очень развита. И зачастую мы живем сравнивая, сравнивая себя с соседом, сравнивая себя с другим регионом. Уходя дальше, мы даже сравниваем себя с соседями нашими, то есть, Россией, Узбекистаном. И зачастую, выезжая, наши же соотечества, выезжая за границу, видя красивые тротуары, красивые дороги, видя эти детские площадки и спортивные объекты, возвращаясь к нам, возвращаясь в эту реальность, частенько расстраиваются тем, что там на 2-3 шага вперед жизнь ушла от нас. Так давайте же, благодаря данным современным компаниям, развивать нашу страну, наш регион и наш город, так, чтобы молодежь была, а всегда мечтала жить у нас, учиться у нас и стремиться и развиваться для нашей страны. Всем спасибо за наше, за ваше проведенное время сегодня с нами. С вами была программа «Время говорить» и я, его ведущий, Рустам Машариков. До скорых встреч. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok